Здравствуйте, читатели и зрители Зеленые точки Старта! Сегодня я нахожусь на территории Центра технических видов спорта Москва Здесь 29 мая пройдет третий всероссийский фестиваль электротранспорта Электрофест 2021 С нами сейчас генеральный директор компании Электрофест, которая проводит этот фестиваль И президент Ассоциации развития спортивного электротранспорта Александр Семенов И Александр нам сейчас расскажет о том, как будет проходить фестиваль, что будет в его рамках Александр, расскажи, какие будут программы в рамках фестиваля, что нас ждет? Как вы знаете, фестиваль у нас... Здравствуйте, дорогие читатели! Зеленые точки Старта Фестиваль у нас всегда идет по нарастающей Первый фестиваль, который прошел в 2019 году, представлял себя именно фестиваль Когда мы находимся много развлечений И проводилась всего лишь одна гонка, это было на кросс Когда участвовало порядка 60 человек Были победители, было очень интересно Было порядка тысяч участников, были автомобили 2020 год принес нам несколько разочарований, связанных с коронавирусом Но мы все-таки смогли в 2020 году здесь же сделать фестиваль В 2020 году мы провели фестиваль уже со спортивным уклоном И это было сделано специально, потому что, конечно, электротранспорт развивается И потихонечку от мелких сигвеев и гироциклов Мы переходим уже к серьезной технике Это и мотоциклы, это и серьезные самокаты полноприводные Это и моноколеса, которые уже достаточно огромные И к этому добавляется еще и автотехника Это и баги, это и квадроциклы, это и картинг Поэтому фестиваль сейчас уже больше строится на технике На возможностях техники И самое главное, на любви к этой технике На любви людей, которые занимаются этой техникой И которые любят электротранспорт Потому что это чистый вид транспорта, без бензина, без масла Как говорят наши друзья Ну и тем более, это примечательно, что фестиваль проходит в таком живописном месте Как вот этот центр Москва, на берегу Москва-реки С той стороны вы видите парк Коломенское Да, пару слов о центре На самом деле центр действительно великолепнейший Для Москвы это очень важный и нужный центр В первую очередь, потому что это парк Который не хватает и всем жителям этого города Но самое главное, это спортивная площадка Для технических видов спорта Для автомобилей, мотоциклов Ну и прочих видов спорта Которые полностью соответствуют мировым стандартам Это зрительские трибуны Это трассы, которые соответствуют мировому стандарту И поэтому этот парк еще, скажем так Не получил своего полного расцвета Но я думаю, что этот год Мы положим начало нашим фестивалям Проходит масса интересных соревнований И поэтому будем сюда возвращаться И надеясь, что каждый раз у нас будет что-то интересное и новое Александр, нас получается ждут гонки на самокатах На моноколесах, на мотоциклы Да, три большие класса, которые мы сразу выделили Первый год, естественно, это моноколеса Это так называемые унициклы Потому что любителей их очень много И это один из самых удобных видов транспорта Для всевозможных соревнований Потому что это не только шоссейные гонки Это монокроссы Это всевозможные полосы препятствий Это прыжки Творческие конкурсы Танцы на моноколесах Всевозможные гонки Возможности крыльца, они безграничны Самое главное, что это имеет очень большое количество любителей В первую очередь Поэтому это очень важный такой момент Второй, это, конечно же, самокаты Мы называем не только самокаты, конечно, электроскутера Класс электроскутеров и самокатов Он очень тоже важный сейчас Потому что действительно То есть количество выборов такой техники Он очень вырос Начиная от просто полноприводных моделей Тех моделей, которые ездят десятки километров То есть до 50-60 километров Скоростные модели до 100 километров в час И эти модели явно выделяют своим классом Например, от мотоциклов или велосипедов Которые составляют третий групп Третья группа, двухколесная техника, которая существует Она, конечно, наиболее спортивная Потому что это и шоссейные мотоциклы Это мотоциклы класса эндуро Кросс Это велосипеды спортивные Футбайки Те, которые непосредственно развивают достаточно большие скорости И в основном они, конечно, перемещаются по шоссе То есть это город Потому что все-таки для эндуро соревнований и так далее Требуются более мощные модели Более легко управляемые и легко заправляемые Потому что мы должны понимать, что электротехника имеет Ну, некоторые ограничения Но их вполне достаточно для проведения подобных соревнований, как у нас И я считаю, что это хорошее начинание Оно не только российское начинание Так подобного родственные соревнования проходят в мире Одна из самых крупнейших групп Расположена в США, это в Лос-Анджелесе Где такие соревнования проводятся с периодической регулярностью И Франция, где тоже очень сильное движение подобного рода Надеюсь, что у нас наступят времена, когда мы можем что-то провести совместно Ну, я думаю, в рамках Ассоциации развития спортивного электротранспорта Мы будем развивать эти гонки Расширять их формат участия людей Александр, наши читатели спрашивают о форматах участия То есть, допустим, как могут прийти дети Какие формы участия есть на нашем фестивале И сколько будут стоить билеты Расскажи об этом Давайте я сейчас начну чуть-чуть с другого То есть, подобного рода фестивали, конечно, они в новинку вообще для публики Поэтому наша задача как организаторов Первое, это обеспечить безопасность проведения данного мероприятия Самое главное требование, в первую очередь Это, конечно же, всевозможное избежание столкновений между техникой и людьми Это первое Второе, конечно, это соответствие городской программе безопасности антитеррористической То есть, это служба проверки, служба контроля И, соответственно, с решениями Роспотребнадзора Требования, которые к нам выставляются Это, конечно, эпидемиологические требования, которые продолжают действовать Это наличие защитных средств, масок, перчаток Это самая главная история, которая у нас будет на фестивале активно соблюдаться И мы просим всех потенциальных участников, кто участники нашей мероприятия Соблюдать все эти требования Еще одно требование дополнительное Это спорт-объект Конечно, никакого курения, никакого выпивания здесь быть тоже не может Потому что это действительно спортивный объект Такой же, как и лужники Такой же, как и другие парки спортивные и стадионы Что касается участия У нас самое главное участие, которое предполагает Это, конечно, такая выставка, небольшая выставка ярмарка Она тоже привязана к технике, конечно же, в первую очередь Где можно будет посмотреть различные модели Участие в этой выставке даст любой компании свои возможности Потому что компании разные бывают У нас участвуют монстры этого рынка, крупнейшие компании Так же, как и, ну, они занимают, конечно, большую территорию этой программы Но у нас участвуют и маленькие компании Те компании, которые только начинают учиться Те компании, которые что-то развивают свое Которые показывают свои конструкторские решения Женетные решения в электротехнике Вот, в этот раз у нас будет достаточно обширная программа Связанная с электромобилями Мы ожидаем где-то порядка 20 электромобилей различного вида Ну, все, конечно, электрические, да С тем, чтобы зрители могли ознакомиться с будущим нашего автомобиля строения Автомобиля как бы использования Вот, ну, и так же, как зарядные станции, которые тоже будут представлены Вот, это та программа, которая будет непосредственно для зрителей Но самая главная спортивная программа Будут несколько заездов Вот, то, что мы сказали Вот, это 7 заездов, 7 финалов Такого не было вообще никогда нигде Я надеюсь, что это у нас получится С помощью нашей команды С помощью наших друзей Зеленой точки старта В том числе компания электромобилей мира Которая активно поддерживает и продвижение на нашем мероприятии Поэтому мы надеемся, что вы к нам придете Билеты на сайте есть Билетная программа Она служит для идентификации посетителей в первую очередь Потому что, все-таки, мероприятие достаточно сложное И оно имеет такую спортивную направленность Зрители, спортсмены, судьи, хронометраж Билеты, программы и так далее Александр, получается, каждый, тот, кто хочет посетить Должен зайти на сайт, зарегистрироваться и получить электронный билет Да, электронный билет для посещения мероприятия стоит 100 рублей Для взрослых? Ну, для взрослых, да У нас давно принцип сложился, что Есть любители, которые могут позволить себе участвовать в фестивале Покупать себе дорогую технику А техника действительно дорогая Есть люди, которые этого сделать не могут Но по разным причинам Мы таким относим всех дорогих наших детей до 18 лет Они могут у нас участвовать и посещать мероприятия бесплатно Уважаемые наши зрители Как раз мы находимся рядом с картинговой трассой Александр, расскажи, что будет на картинговой трассе На картинговой трассе будут проходить не менее интересные соревнования, чем картинг Они будут называться гонки на электроскейтбордах Это специальные доски, на которых установлены батарейки и двигатели Эти доски достаточно быстрые, они развивают скорость до 40 км в час Поэтому требуется достаточно хорошее умение и достаточно хорошие навыки для управления такой доской Проводит компания Evolve Rush При этом участвуют все различные доски всех других производителей Поэтому это соревнование не только для людей, которые показывают свое мастерство Но в первую очередь для техники Показать возможности техники, умение пользоваться техникой Как и на всех других трассах, которые у нас будут представлены Качество техники и умение пользоваться этой техникой является самым важным А на шоссе на кольцевой трассе, которую мы использовали в прошлом году Какие у нас гонки состоятся? Будет моноколесо, самокат, электроскутер и мотоцикл, велосипед К велосипеду мы относим все транспортные средства, электрические и двухколесные Поэтому в принципе никаких ограничений не будет Главное, чтобы была скорость, умение владения техникой и победой Регламенты на сайтах можно посмотреть, я не буду сейчас подробно в них даваться Но обязательно условие то, что мы допускаем к соревнованиям Только тех людей, которые могут и готовы соревноваться То есть мы их называем спортсменами В нашем мероприятии называется мастерс И чтобы войти в финалы, надо пройти небольшую квалификацию Это будет квалификация не только для человека, но и естественно для его аппарата Поэтому кто желает, может испытать себя и свою технику во всех ракурсах Ну я бы еще добавил, что у нас в рамках фестиваля есть еще такая позиция, как командное соревнование То есть мы ждем к нам на фестиваль, на наши гонки команды, компании, предприятий Если у вас есть такое желание, приходите, создавайте свои команды На сайте электрофеста есть вся информация Смотрите, поскольку у нас фестиваль единый То есть у нас нет команды отдельной по моноколесам и так далее То есть любой человек, который участвует в соревнованиях Может указать в качестве своего, скажем так, любимой команды Одну из тех команд, которые у нас указаны Команды, которые там указаны, это крупные производители техники Это компании, которые брендовые компании Ну или просто хорошие дружные коллективы, действительно, как вот сказал Станислав Который любит кататься Зачет идет по всем видам То есть компания может выступать на всех видах То есть и на самокатах, и на досках, и на мотоциклах Самое главное – победа Потому что только 10 человек, которые будут участвовать в финалах Получают очки, которые могут пойти в зачет команды Ну и плюс, естественно, скажем так Те люди, которые создают команду Они могут эту команду очень красиво представить Отбрандировать И в принципе, ну, как бы насладиться хорошей погодой Хорошим настроением Здесь, как в любом правильном спорте Как сказал великий там Пьер де Кубертен Главное – не победа, главное – участие Участие, я надеюсь, будет интересно для всех Пообщаться, поменяться опытом Будет достаточное количество времени Чтобы покататься на своей технике На технике, которую предоставят спонсоры для тестирования Поэтому, я думаю, что будет достаточно интересно Для всех категорий катаний Если кто-то любит моноколесо Легко может попробовать себя на мотоцикле Или там на другом виде транспорта И так далее То есть это будет все доступно на данном случае на нашем фестивале Надеюсь, погода нас не подведет Будет также тепло и солнечно И будет очень интересно Так что, уважаемые зрители и читатели Мы вас ждем на фестивале Могу предположить, что количество воды Нам говорят, что месячная норма осадков уже выпала Вот это вот и радует У нас же не может выпадать 3 месячные нормы осадков Надеюсь, что не может Что-то я не помню Надеюсь, так будет Спасибо большое за внимание И ждем вас 29 мая С ТВС Москва Сайт электрофесс.ру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому